Часто спрашивают подписчики о том, какие медикаменты, какие перевязочные, всякие иные расходные материалы, таблетированные, ампулированные и прочее, прикупить на случай каких-то чрезвычайных ситуаций, ну если угодно войны. Поэтому я вам для простоты, переворачиваю камеру, для простоты восприятия, значит, как я обычно вас учу, как пользоваться интернетом, коли он у нас еще есть, пишите в поисковой строке, так и пишите, как вы вопрос задаете, так и пишите, какие медикаменты купить на случай войны. И дальше все пошло, пошло-поехало, нормальные все статьи, вот читаете их, ну ведь первая статейка, вот вторая, третья, четвертая, пятая, вот и так далее. Много не надо, вот, а мы, вот картинки, разберем картинки, да, чтобы вам, не только вот вы на меня смотрели на пальцах, ну и, ну там первую какую попавшуюся, допустим, ну давайте вот эту вот она, сейчас, обширная, нет, нету. Где побольше изображения, чтобы мы больше могли, вот она, чтобы мы больше могли, значит, общаться. Значит, на что у нас разделяется вот эта неотложная аптечка, на какие разделы. Первонаперво, это перевязочные материалы на случай ранения, на случай пореза, на случай, не дай бог, травмы грудной полости, когда будет пневмоторакс. Ну, это уже более специальные знания, какие-то специальные, так сказать, некоторые, ну, можно и заменить, конечно, все это и суррогатными материалами, какую помощь нужно оказать. То есть, вот, это первая часть. Давайте сразу пройдем по частям. Вторая часть, это, давайте обезболивающие, да, назовем. Это всегда очень актуально. Обезболивающие. Есть таблетированные, есть ампулированные. Какие можно купить, ну, анальгин, снять с производства, вроде как. Димедрол вам не продадут. Кетанов, группа нестероидных противовоспалительных препаратов. Есть и таблетированные, есть и ампулированные. Что купите, то купите. Для желудка лучше ампулированные. И, так сказать, дешевле и проще достать таблетированные. Вот, значит, по поводу обезболивающего. Что купите, то купите. По большому счету, вы можете просто прийти... Я переверну сейчас, чтобы вы лицо. Значит, на самом деле, вот я... Ну, правда, я говорю, что я врач, и когда мне надо, я как бы вот говорю, я врач, мне надо это. Или антибиотик называю и дозировку его. Ну, еще когда я работал хирургом в поликлинике, в 75-й на Касаткиной я работал, рядом с 6-й больницей. Ципролет мне нравился. Это индийский препарат, недорогой. Дозировка там 250 или 500 миллиграмм. Полграмма. И там 10 таблеток, по-моему, было. Вот. И... Значит, вот такой препарат. То есть, я говорю, что я врач. Мне давали, потому что частным аптекам нет смысла никакого вот эти, значит, рецепты. Вот. Но мы не говорим про наркотические анальгетики. Это нам нас не интересует. А мы говорим про то, что нужно в бытовом плане. Поэтому им нужно продать. Это коммерция. Поэтому вы можете сказать, я медсестра. И список подать. Можно так сделать. Когда, тем более, так сказать, мало народу. Когда она спокойно может с вами позаниматься. Так даже выгоднее. И им, и, в смысле, и продавцу, и владельцу аптеки, и вам. Вот. Потом вспоминаем, сколько аптек, где продавали фуфырики вот эти, да. Спиртосодержащие, их там накрывал, контроль и прочее. То есть, я к чему говорю. Это коммерческая шарага. Не надо ее сильно идеализировать. Вот. И, безусловно, они продавали не только презервативы, но и какие-то медикаменты. Вот. Которые полезны для людей. Поэтому все возможно. Не надо бояться. Не надо шарахаться, да. Сразу от всего. Поэтому вы можете написать на бумаге. Там, допустим, первое, второе, третье, четвертое. Это вопрос как раз. Вот. Это вопрос. Уважаемый, дорогой брат во Христе, Евгений Борисович, пожалуйста, расскажите, как врач, и так далее. Вот. То есть, пишите. Вот. Ручка моя, вот она. Что пальцем не. Аптечка, неотложная аптечка, там, первой помощи. Вот. Вы собираете. И первое пишите, допустим. Анальги. Ну, сначала так же пишите. Первое, это жгут, напишите. Да. Потом эластичный бинт. Потом напишите хирургические салфетки. Какие есть. Ну, пять или десять. Они срок годности не имеют. Они стерильные. Бинты. Четырнадцатого, седьмого размера. Тоже по десять. Марля. Йод. Перекись водорода. Хлоргексидин. Зеленка. Я люблю зеленку. Ну, я... Хорошее образование. СССРское. Лучшее. Первый Московский медицинский институт. И воинственская академия. Вот зеленкой мы часто пользовались тогда. Я люблю ее. Даже вот ожогся в бане. Прикоснулся к печке. Вот уже прошло. Тоже зеленкой мазал. Вот. Значит, перекс водородок. Ну, обычно она в маленьких баночках, разведенная до нормального состояния. То есть, не будет ожога. Вот. Потом, значит, обезболивающие. Ну, напишите для начала анальгин. Чтобы понимали, что вам не нужны никакие там кодеиносодержащие препараты, которые запрещены. Тоже вызывают там эйфорию. Вот. Поэтому. Потом напишите индомитоцин. Самый дешевый. Артофен. Вольтарен не пишите. Дорого. За копейки, так сказать, можно купить отечественный индомитоцин. Это вся одна и та же группа. Называется нестероидный противовоспалительный препарат. Артофен. Индомитоцин. Можно как ампулированный, так и в ампулах. Там же напишите. И так и таблетированные. Дозировки там стандартные. Вот. Кетанов, кетарол. Есть и в ампулах, и тоже. И в таблетках. Вот. Потом антибиотики. То же самое. Напишите. Антибиотики. Во флаконах. Главное, чтобы это не было фуфломицин. Потому что я один раз обжегся. Купил. Сейчас хотя импортных не переглафоранов, цифранов, их сейчас не стало. А то, которое есть, оказалось у меня один раз водой, мелом. Так что я вот ко мне обратился тоже пациент. Я знакомый. Я покупал препарат. И как-то тоже. Вот. Отечественный. Потому что у него была пролонгация. Там не хватило. Вот. Поэтому. Ну, как повезет. Это Россия. Поэтому лучше. Ну, молиться всегда хорошо. Но. Там, конечно, попроще аптеку берите. Вот. Значит. Антибиотика терапии. Ну, вот. Ципролит. Я вам сказал. Недорогой. 240 рублей. 10. 10 таблеток. Возьмите тоже побольше. Там. Напишите. 20 упаковок. Срок годности тоже. Там. 3 года. 4. Раздадите. Вот. Потом фурусимид в таблетках. Замечательный антисептик. Стрептоцит в таблетках. 50 копеек килограмм. Замечательный антибиотик и антисептик. Стрептоцит можно порошком. Водоводить его до порошка и тоже сыпать и на рану. Можно сделать раствор для полоскания. Так же, как и фуруцелин. Можно растворить в воде. Ну, вода должна быть кипяченая. Если не дистиллированная. И, значит, в теплой воде растворили. И храните в бутылке. Ну, и желательно экстемпора. То есть, перед применением. Вот. Значит, ну, иглодержатель, иглу. Я не знаю, вы купите, не купите. Может быть, на Озоне попробуйте. На Вальбересе продают. Вот. Так, если что, швейной иголкой и ниткой можно также зашить. Если рана, допустим, резаная, отбитого стекла. Вот. Там распорола лицо. Да, там, допустим. На себя не показывает, но не важно. То есть, надо шить. Вот. Надо аккуратно шить. Как вы шьете тюль. Вот. Взяли вот лезвием, да. Там, ребенок, не подумал. Лезвием. Рез, ширк, тюль. И тюль распался, наверное, на две части. И как вот вам нужно? Вы берете ниточку. Берете иголочку. Одну ниточку, да. И начинаете сшивать вот так. Правильно? Вот. Можно так шить. Можно один стешок завязал. Второй стешок завязал. Стешок завязал. Вот. И будет, главное, чтобы было ровно сопоставление тканей. Не так, а как положено. Вот так. Ровно, да? Комплиентарно. Чтобы было эстетично, когда все заживет. Вот. Ну, шину, шину, там, лишнее. Доску найдете, если какой-то будет перелом или растяжение, разрыв связок. Вот. Ну, вот самое основное. Что вам? Зачем вам много? Давайте посмотрим картинки. Переворачиваю. Вот я про тюль рассказывал. Вот тюль. Значит. Здесь тоже, видите, у него ножницы. Ножницы. Компас. Рация. Топорик. Нож. Фонарик. Мультлог. Доллары. Вот. Помогай, Господь, дорогие мои. Бежим. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова